приветствую вас дорогие друзья давненько не появлялся на просторах ютуба за что прошу меня простить сегодня мы с вами поговорим о выборе первого нарезного карабина а точнее о том как этот выбор делал я на что отталкивался на что опирался какие критерии себе ставил в выборе данного образца в общем как и у многих на охотников подходит время проходит охотничий стаж течение пяти лет после чего вы имеете право на получение нарезного оружия на что следует обратить внимание выборе нарезного оружия доступность прежде всего патрон чтобы был недорогой начинающему охотник потому что нам стоит попробовать нужен ему вообще от карабина не нужен и сразу угнаться за какими-то дорогими образцами стрелкового оружия я считаю что это немножко наверно не осмысленно стоит прежде всего попробовать нужен вообще нужно ли вам вообще нарезное оружие или нет на что значит отталкивался и опирался в выборе своего первого оружия меня принципиально важно чтобы это был полуавтомат болтовик я не рассматривал потому как охоты у нас в основном охота на лося с загоном базная охота конечно подошел бы вполне и болтовик а на охоте с загоном все-таки болтовик это оружие одного выстрела поэтому по бегущему где-то в кустах лосью сделать наверняка удастся прицельно только один выстрел и то навряд ли карабин же оружие с полуавтоматической перезарядкой позволяет эти погрешности устранить то есть даже если вы первый раз не попали вас еще возможность на пару-тройку выстрелов будет потому как скорострельность оружие очень высокая с чего начинал я изначально мне очень нравился карабин вепрь дереве с 520 стволом пускай у нас на яцкополянском заводе молод в кировской области у меня даже было желание съездить на завод и выбрать там себе карабин почему я отказался ты прям по причине его веса тяжелый карабин за 4 килограмма если еще оптику на него добавить то вообще не подъемный у нас охоты в основном местность такая где очень трудно на чем-либо проехать и поэтому ходим пешком в большинстве своя зимой конечно снега ходит поэтому от вебря я отказался впоследствии знакомый охотник у меня владеющий сксом изначально скресс общение рассматривала чем-то но предложение завидит посмотри карабин очень достойный легкий удобный человек взял руки скс скажу вам честно друзья мне понравилось хороший карабин прикладистый если на что прикладный новый коротковат вес у меня метр семьдесят восемь немножко коротковат приклад но я думаю что этот недостаток можно исправить при помощи амортизатора голов я думаю что вполне будет нормально покрутил я у него этот карабинчик руках повертел поскидывался подергал за двор поспускал спусковой крючок в принципе мне карабин очень понравился я решил что буду покупать скс стоит у нас 22 тысячи рублей в кирове хотел брать до гражданин и молотом хотел брать карабин так как отзывы по ним более положительные но опять же по насчитавшись различных формов кто-то приветствует патрон тут они придают патрон садилась кс очень дешевый порядка там от 16 рублей старт идет очень дешевый патрон пострелять где-то потренироваться конечно вообще отличный вариант но опять же напомню что отзывы по этому карабину как хорошие так и плохие и меня это немножко напрягло я задумался возьму допустим я из кресик постреляю и он мне не понравится его придется продавать и брать что-то другое с более серьезным патроном поэтому от искресса я отказался значит подошло время получать лицензию я уже как бы с выбором карабина определился выбор мой пал на карабин тигр исполнение 0 1 длина данного карабина метр 10 сантиметров вес 3 6 без магазина и погонного ремня 3 килограмма 600 грамм карабин взял в пластике это для меня было принципиально все оружие которое было у меня до этого карабина было деревья за дерево я как-то за царапины за потертости как-то я очень щепетильно к этому отношусь и поэтому решил что нарезной карабин у меня вот в пластике чтоб не жалеть его ездить на снегоходе там бросать в сани не париться вообще выбрал я вот такой карабинчик что сказать для меня карабин подходит немножко конечно клюет ствол при скидывании немножко клюет ствол но если я последствии добавлю сюда оптику я думаю этот недостаток будет полностью компенсирован по оптике пока не определился какой вариант подскажите кто владеет что лучше на него поставить да здесь карабина давайте немножко расскажу разберу его рабичи напомню что он изготовлен на базе снайперской винтовки драгунова очень достойного образца советского вооружения которая стоит на ряду с этим же с ксом и автоматом калашникова я считаю так мое личное мнение на истину не претендую разберем значит все начинался разборка отделяем магазин 5 местный магазин впоследствии приобрету на на 10 мест отделяем магазин переводе предохранитель в положении огонь флажок запирающий крышечка ствольной коробки переводим крайне заднее положение немножко нажимаем на ствольную коробку и поднимаем йогер здесь значит находится возвратная пружина она имеет соединение со ствольной коробкой то есть не объемная никакого автомата калашникова ствольную коробку отсоединили внимания затворную группу остается и разбираем ударный механизм запчасти такие ребят на мой взгляд фрезерованная хорошая добротная сделано в принципе неплохо надежно и просто как в принципе и должно быть на охотничьем оружии так значит ударный механизм запирания на три боевых упора у него раз два три три боевые упора так сейчас снимем пластиковые накладки осуществляться конечно требуется определенный наук строго не судите значит нам нужно снять переднее кольцо ствольных накладок нажимаю перевожу его в это положение переднее кольцо стопорно снимается значит в дальнейшем нажимая немного на накладку нажимаем на накладку и она у нас выходит так плечко подает прошу прощения все туда все новое был бы пенал было бы гораздо проще но его нет снимаем одну накладку вторую здесь у нас газовая камера газовый поршень и толкатель подпружиненный сейчас мы его достанем значит путем нажатия внутрь немного выдвигаем толкатель в сторону вот таким вот образом и достаем подпружиненный толкатель вот он газовый поршень карабин еще не стрелянный на пристрелку поеду сниму отдельный видеоролик здесь два положения на газовой камере два положения положение один и положение два насколько я понимаю это для для патронов разных по весу для 13 граммовых заводская настройка двоечка полегче патрон а его нужно переводить на единичку это уже я буду осваивать в дальнейшем пока ничего не могу сказать по этому поводу сборка осуществляется в обратной последовательности вставляем газовый поршень газовую камеру и вот здесь ребят нужен определенный навык чтобы попасть и попасти толкателя вывести его то есть вот в это положение сюда немножко его нужно вывести чтобы вставить его в газовую поршень здесь нужен определенный наук значит дальнейшем пристегиваем боковые накладки накладки как они точно так называются я их называю боковые накладки накладки ствольной коробки могу ошибаться и кольцо приводим в положение в котором оно находилось и закрываем чеку застегнули все здесь мы все собрали значит в дальнейшем тут существуют такие вот пазы три паза покажи поближе три паза вот они раз два и три и чтобы попасти ударно-спусковым механизмом нужно по всем этим трем пазам его совместить и загнать его вперед в дальнейшем крышку ствольной коробки подкружиненную тут тоже здесь вот здесь тоже имеется три паза подгоняем ее опа произошел у меня спуск подгоняем и закрываем защелочку вот так вот спуск я уже сделал так пристегиваем магазин поставим на предохранитель это я произвел мне полную разборку карабина карабина тигр нравится мне ребята этот аппарат такой душа доверия чисто армейский образец в армии приходилось стрелять немного но приходилось стрелять с винтовки со снайперской винтовки Драгунова и в общем нравится мне этот карабин скажу вам честно пока я не пожалел что взял его постреляем еще увидим да с карабина шел в такой паспорт стоимость карабина составляла 43 750 паспортная куча данного оружия составляет 553 мм составляет 53 мм паспортная куча шаг нареза ствола если могу ошибаться конечно они шли с 530 шагом нареза и с 240 вот здесь на ой 320 и 240 шаг нарезов здесь надо 320 шаг нарезов насколько я понимаю но это тоже по интернету ничего не могу сказать не мерил значит шла инструкция здесь все понятно применение порядок сборки разборки штампы контрольных отстрелов штампы ВТК приближу вот такой карабинчик у меня да карабин весь на одних номерах что тоже очень хорошо очень удобно у него прицельное приспособление у карабина здесь стоят деления до 12 до 1200 метров конечно полный бред наверное максимальная дальность стрельбы из этого карабина метров 300 даже меньше 200 без оптики по крупному зверю но впоследствии буду покупать оптику не знаю что можете сказать по поводу ПСО установки ПСО на карабин на загонную охоту я конечно оптику не буду использовать буду ходить без оптики я думаю что за 200 метров по убойному месту лосью я попаду оптику возможно буду использовать на лобазах ну и по птичке кстати да хотелось бы спросить экспертов рвет ли птицу данный образец оружия забыл рассказать тигр под патрон 7.62х54 наш православный патрон очень он тоже доступный патрон очень доступный и стоимость у него у нас в Кирове старт от 21 рубля 54 патрон стартует и выше и зарубежные образцы так же и наших образцов предостаточно как оболочки так и полуоболочки вот так вот ребят хотелось бы от экспертов оружия услышать напутственные речи в виде конструктивной критики чем стреляете ну и какие то еще нюансы хотелось бы услышать очень бы хотелось пострелять с этого карабина в ближайшее время я это буду делать поеду в тир пристреливать данный карабин видеоотчет сниму обязательно скоро у нас открывается осенняя охота охота слабаза открывается и по птичке не так уже долго осталось ждать в этом году будем брать лицензию на луся обязательно возможно кабана хотелось бы кабанчика взять чтобы посидеть вечерами на лабазе покараулить его вот такие вот делишки друзья рад что приобрел такой карабин к нему приобрел сейчас покажу добы взял два хольстеровских подсумочка один на десять патрон вот такой вот он и подсумок под магазин очень он хорошо взял помещается при транспортировке где-то там второй может быть куплю нагрязничек вот так вот он очень хорошо удобно в него помещается крепится все на поясной ремень такие вот дела да и сейчас покрывающий чехол тоже хольстеровский взял недорогой вот такой чехол для карабина мягкий твердый кейс мне не нужен взял мягкий пока без оптики чехол я взял как то так мужики нравится мне карабинчик удобно с него целиться очень удобно для щека в разное положение она ставится в верхнее положение по доктику ну и я ставлю ее немножко вот так вот наклонно чтоб удобно было целиться очень удобно целиться с карабина надеюсь что данный образец оправдает мои надежды очень бы хотелось в это верить что купил я себе карабин один единственный на всю жизнь и не менять его и не к чему другому не приходить из минусов что я заметил немножко вот так вот по сторонам бряка в магазинчик немножко скрипят боковые накладки вот эти пластиковые немножко есть такой момент ну и сам прикладный тоже наверное немного коротковато если вот прямой угол то да чуть-чуть он коротковат возможно поставлю здесь тоже амортизатор он длиннее его немного возможно не буду посмотрим сейчас покажу очень удобно карабин лежит на плече при переноске то есть таким вот образом ну чем прямо как влитой отлично вес на счет баланса оружия мне кажется вес компенсируется немножко баланс у оружия неплохой в принципе легко вскидываться легко я ловлю мушку очень удобно все очень очень даже я бы сказал прикладисто ладно друзья в общем поделился с вами своей радостью давно мечтал о нерезном оружии очень давно подписывайтесь на канал смотрите видео в дальнейшем буду снимать для вас пристрелку карабина охота открывается буду снимать достраиваю вам избушку там уже Олег очень много что сделал обшил ее изнутри там в общем все покажу в общем давайте ребят до новых встреч всем пока не забег не забег не забег я не забег так как я